Всем привет! С вами новый выпуск секретов и фейков FIFA. Под прошлым роликом вы поставили большое количество лайков, и мы поняли, что стоит продолжать этот формат. Давайте повторим это и под этим видео. Чем больше будет лайков от вас, тем скорее мы выпустим новый эпизод. А в этой серии мы расскажем вам о том, как футболисту удалось дважды попасть в одну команду недели, узнаем, можно ли забить гол судьей в FIFA и еще кое-что интересненькое. Кстати, пиши в комментариях, какие секреты FIFA знаешь ты и какую информацию хотел бы проверить. Ну и для начала наш традиционный интерактив. Отгадай футболиста по его карточке в FIFA. Оставляйте свои варианты в комментариях, а правильный ответ мы скажем в конце видео. А спонсор этого видео наши друзья FonBet. Спасибо им за поддержку выпуска и качественного контента. Переходи по адресу fonbet.ru, регистрируйся и получай бонус до 10 тысяч рублей. Или кликай по ссылке в закрепленном комментарии. Компания FonBet стабильно работает на рынке уже более 25 лет и является официальным партнером сборной России по футболу. Присоединяйся и ты. Побед вам, друзья. Футболиста дважды включили в одну команду недели. Казалось бы, что это невозможно, но это же FIFA, здесь бывает все что угодно. В команду недели под номером 43 в FIFA 19 включили две карточки одного футболиста. По рейтингам они были абсолютно одинаковыми. Счастливчиком стал 34-летний полузащитник Мецца Рено Коад. Вероятно, EA так сильно восхитились его игрой в матче против Монако, где Мецц содержал неожиданную победу со счетом 3-0. Коад в том поединке забил один гол, но его карточки недолго дублировались в команде недели. EA, заметив ошибку, отбросила одного Коада. Его заменила информ-карта Дарио Тадича из австрийского Хартберга. В Шеффилд Юнайтед есть карточка футболиста, который забивал сразу в четырех главных английских лигах. И это правда. В составе новичка АПЛ присутствует полузащитник Джон Ландстрюм, который в свои 25 лет умудрился отметиться забитыми мячами сразу в четырех топ-дивизионах Англии. На все про все ему потребовалось 5 лет. В 4-й и 3-й по силе лиге полузащитник забивал голы в составе Оксфорда. В чемпионшипе и АПЛ он уже сделал это в составе своего текущего клуба Шеффилд Юнайтед. Так что если встретите карточку этого парня в FIFA, знайте, что он уникален. Информ-карта всегда означает повышение рейтинга игрока. И это неправда. Даже если не брать в расчет парочку приколов, где электроники давали информ-карты с намеренно низкими рейтингами, как в случае с Уоллесоном или Бараклафом, был футболист, у которого общий рейтинг после получения информ-карты упал на единицу. Это английский форвард Джонатан О'Бика, но в его случае есть один важный нюанс, который делает его еще более уникальным. Все основные скиллы на информ-карте О'Бики значительно выросли, но общий рейтинг почему-то упал. Очевидно, что электроники здесь банально завтыкали. Кстати, О'Бика до сих пор в деле. В FIFA 19 его карточка числилась в Оксфорде, а в FIFA 20 она появится в составе шотландского Сент-Мирена. Арбитр забил гол в FIFA. Этот факт проверить не так просто. Но, к счастью, на просторах ютуба завалялось несколько видео, в которых отчаянным геймерам удавалось отправить мяч в сетку от арбитра. Кстати, в реальности такое тоже случалось. И выглядело это так. В FIFA же мы отыскали вот такие голы, в которых поучаствовали судьи. Вот Джерард забивает гол от живота арбитра в FIFA 11. В FIFA 12 был вот такой голешник. Вот пример из FIFA 13, и он и вовсе вопиющий. Мало того, что гол забит рикошетом от арбитра, так мяч еще и попал ему в руку. В FIFA 15 можно было увидеть вот такой гол. И в последний раз на сегодняшний день гол судьи был зафиксирован в FIFA 17. Так что это правда, судьи тоже могут забивать голы в игре. А на сегодня все. Жми на лайк, если тебе нравится этот формат. И заодно подписывайся на Кибербол. С нами ты будешь в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. А правильный ответ на интерактив – Марлос. Поздравляем всех, кто справился с заданием. До скорого!